Ты чё проказник не сказал даже ничё? Драндолет смотреть надо, там фотографировать, отправлять. А чё думаешь отправлять нам? Да. Телефон или ты свой будешь? Нет, я на фотоаппарат отправлю и отправлю. Ну пойдём тогда, через дом надо зайти. Там закрытый. Ну-ка ребята, сторонись. Дело в том, что щель она сузилась, его сейчас не видно. Она именно когда нагрелась, щель это видна была. Беззинка пьёт. А сейчас она остыла, а раз её нет уже. Металл её сжался. О, где прокладница у тебя? Да, да. Сейчас открою. Как нараст твой даже. Конечно, а ты всё дома. Всё по-серьёзному. Давай его там можно выкатить. Да, мы сейчас так посмотрим. Вот, с той стороны. Вот здесь вот он. Где-то вот в этом месте, вот в этом. Вот тут. Сейчас не видно из-за смысла. А это что у тебя подставка, до чего? А, тут она соприкасается и бринчит. А-а-а, ты уже свои механизмы придумал. Да, да, да. Ну, можно перекрутить, надо было что-то. Пока не до этого. Вот он, да? Где-то вот здесь, вот сверху, вот тут, в этом соединении. Где-то вот тут, вот в этом месте. Но его сейчас не видно, игру, он сжался. Когда именно нагретый, она расширилась. Так, нам ещё надо будет. Вот он ремень, да? Ремень, да. У тебя что-то один, два же, два же должно быть. А? Один, а где ещё один? Не было одного. Один был, да? Да, один. Мне тоже Андрей говорит, у меня два, а у тебя что-то один ремень. Он что, слаб у меня или что? Да. Слаб, да? Ну что, у тебя ремень зубчатый. Не, он хороший ремень. Ремень хороший. То есть, натяжку надо сделать? Не, мы ещё снимаем его. Снимать будешь? Да. А что тебе надо, почему именно снимать-то? А мне надо посмотреть номер ремня. А, 17. А вот он, в принципе, есть. Что, как у вас тут дела? Как трактор? Трактор отличный. А? Мне нравится. Тебе нравится? Я уже щебень и песок на нём возил. Может, даже какие-то нагрузки. Хорошо, что мы взяли усиленную вот эту, не зря. Кого? Телегу. Ну, она внизу оказалась слабая. Слабенькая, да? Да, она оборвалась. Туда я вычудел, посадил. Ехали с храма. Ты видел, да? Слышал? И Ир Глышков сюда сел. Надежда, сено тут, а я здесь. То есть, сено перед селем. Конечно. И там сварка была чуть-чуть только прихвачена, и она не выдержала, рухнула. Надо было сюда, чтобы выдержала. И раму немножко сразу прогнула. А то она сейчас тут. Ну, конечно, такой вес. Глышков-то сколько весит, да? Брат-то сто с чем-то, да? Сто с чем-то, да? Ну, я думаю, да. Здоровый парень. Может, у нас. Что у вас-то дождики-то идут? Идут, вот, потихоньку. Идут? Да. Ну, ссылается, что... Смотри, видишь? Один ремень. Вот, видишь, один ремень. А тут второй ремень. Так что можно тут два ремня поставить. Одно будет лучше. То есть, мощнее не будет усилий ни на один ремень, а на два. То есть, они будут дольше. Конечно. Раза в два, в три. То есть, это, говоря, на два. Такие-то на двух. Ну, понял. Теперь мы будем как братом разбираться. Я говорю, ее сейчас не видно. Она сразу закрылась. Когда она остыла, она сразу раз закрылась еще. Закрылась, да? Угу. А так она же прямо потекла. Потекла. Мы... Спираты не знали, что делать. Вот он говорит, надо перекрыть ее. И раз перекрыли, и она перестала бежать сразу. Ну, сейчас мы с тобой это снимем. Мы волоком дотащили ее сама. С тобой это снимем. И его так сфотографируем. И я отправлю его. Так, что для этого у нас снимать? Воздушный фильтр такой же? Ну, мы с тобой сейчас воздушный снимем. Вот эту крышку снимем. Ну, все тогда, ладно. Сейчас переключу начнем. Начнем съем.